Добрый день, в студии Юрий Богданов. В нашей программе сегодня обсуждаем ситуацию в Сирии. Начнем, конечно, с ЧП с российским военным самолетом, но затем обсудим договоренности Владимира Путина, Раджепта и Эрдогана по Идлибу. Я напомню, там решено было создать 15-20-километровую демилитаризованную зону. Сделать это планируется до 15 октября. Из этой зоны необходимо вывести всю тяжелую технику, систему залпового огня, орудия, минометы, оппозиционных сил. Некоторые уже назвали это решение предотвращением войны в Идлибе. Обсудим мы и проанализируем эти договоренности с нашими гостями. Я приветствую в студии Вячеслава Матузова, президента общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Бориса Долгову, ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Ирана. Борис Васильевич, добрый день. Добрый утро. И Таймура Адведара, политического аналитика. Здравствуйте. Приветствую вас. Начнем, конечно, с ситуации с российским военным самолетом. Пока довольно противоречивая поступает информация. Миноборона официально сообщила, что самолет пропал с экранов радаров во время налета израильских ВВС. При этом пришла информация о том, что в это же время ракеты выпускал французский фрегат. Французы сказали, что отношения к этому не имеют. Израильтяне, по традиции, не комментируют обстоятельства этого ЧП. Но сейчас, понятное дело, что обсуждать и анализировать в подробностях не представляется возможным. Но как вам кажется, это чья-то халатность, стечение обстоятельств или, может быть, целенаправленная атака? Вячеслав Николаевич, вопрос к вам. Вы знаете, я 40 лет занимаюсь этим регионом, Сирия, Ливан, Палестина. Поэтому у меня уже сложилось твердое убеждение в том, что наше поведение на Ближнем Востоке в отношении наших союзников и в времена, и тем более сейчас, неадекватно нашим целям, задачам нашей внешней политики в этом регионе. Ну, во-первых, мы пытаемся усидеть на двух стульях. Это невозможно. То есть, нужно выбрать, или ты беременный, или ты не беременный. А когда ты как-то чуть-чуть беременный, это не проходит. Что вы имеете в виду? Ну, я прежде всего имею в виду наши отношения с тем же Израилем, с той же Америкой применительно к Сирии. Потому что это, вы понимаете, я за дружбу с теми и с другими. Но ведь есть наши национальные интересы. Когда на ваших глазах ложатся 200 ракет рядом с нашей военно-воздушной базой хмэмим, и вы говорите, что это в нас не попали, слава богу. Так нельзя. Так не работает. Поэтому, если сегодня что-то произошло, надо разбираться. Ну, во-первых, я знаю по временам советским, что когда поставки оружия нашего вшли в Сирию, во времена еще Хафиза Асада, 67-й, 73-й, 82-й год. Чем руководствовались? Ну, не провоцировать арабов на какие-то инициативные шаги, которые могут потом нам дорого стоить. Нас вовлекут в военные действия. Но я задаю вопрос сегодня. Зачем нам воевать, если есть сирийская народная армия, арабская армия, извиняюсь, которая в состоянии? Подготовленные кадры есть, состав. Я вижу в том, что они воюют, судя по тому, что мы получаем эту информацию. Нет, ну сколько мы говорим об С-300, о передаче С-300 сирийцам? Кто возражает? Натаньяху. Хорошо, мы вас, товарищ Натаньяху, удовлетворили, но вы-то будьте любезны вести себя адекватно. Вот это очень интересный вопрос, Борис Васильевич. Вы как считаете, роль Израиля, вообще мы не очень много на этом останавливаемся, а тем не менее, время от времени, периодически, регулярно, я бы даже сказал, приходит сообщение об обстрелах, налетах со стороны Израиля на территорию Сирии. Какие цели преследует Израиль? И какие договоренности существуют между, в том числе, Москвой и Тель-Авьем? Цели Израиля на Ближнем Востоке и, прежде всего, в сирийском конфликте, они, собственно, очевидны. Я напомню, что в израильском руководстве, эстеблишменте, стоял вопрос, была дилемма такая, когда начался конфликт в Сирии, быть нейтральными, поскольку Башарас это все-таки предсказуемый политик, либо воспользоваться ситуацией и ослабить до максимума, а возможно и разрушить сирийское государство как потенциального противника. Вот восторжествовала вторая, так скажем, вторая версия, второй подход к этому вопросу, что сейчас и осуществляет Израиль. Израиль же достаточно активно стал действовать в Сирии вот в последнее время, в последние годы. При этом создается ощущение, что Израиль не считается ни с чьими интересами, преследует исключительно свои. Безусловно, Израиль преследует только свои интересы, Турция преследует только свои интересы, это тоже совершенно очевидно. Но Израиль вот по тем действиям, которые он предпринимал в южной зоне, и требовал, собственно, отвода иранских сил, и это, собственно, сейчас это цели Израиля, это устранение иранского влияния, иранских сил в Сирии, поскольку для Израиля Иран это противник, это враг даже. Вот мы принимали наших израильских и иранских коллег у нас в институте, и израильские коллеги нам откровенно говорили, что это Иран, пока у власти Айатоллы, это враг. И поэтому Израиль наносит вот эти удары, прежде всего, по сирийской правительственной армии и по иранским силам, которые находятся в Сирии. И вполне возможно, вот то, что Израиль в какой-то степени причастен к этому инциденту. Таймур, как вы считаете, инцидент с самолетом, что это? С течением обстоятельств целенаправленная атака, ну, либо чья-то халатность? Ну, я не военный человек, но я так подозреваю, что если разведчик поднялся в воздух, он рассчитывает на то, что с земли его прикрывают. Или с воздуха прикрывают. А потом это самолет-разведчик, наверное, он видел подготовку атаки. Темная какая-то история, военные, наверное, сами лучше расскажут, если они соблаговолят. Но я помню на события 1982 года в этом же регионе абсолютно такая же картина, где были развернуты два полка советских ПВО с советскими специалистами, как падали вот эти израильские птички, потом зеленые американские с авианосца подходили, тоже вот начали падать. Потом принудили к тому, что с сионистского государства вообще не взлетали. Самолеты. То есть Израиль затих. Почему сейчас этого не происходит, я не знаю. Средства ПВО российские, которые там есть, они вполне видят весь регион и могут, в общем-то, принудить не подниматься вообще в воздух. А сейчас получается такая ситуация, что с базы Хмимим россиянам лучше не подниматься, потому что вдруг внезапно нападут израильтяне, или какой-нибудь там французский фрегат что-то выпустит. А что делает Израиль в Сирии? Вот когда юг освобождали, южную зону деэскалации, были кадры сирийцев, где они разбирают вот этих вот террористические запасы провианта и оружия, израильские патроны, израильские там гранаты, еда, сахар. Вот что делает, да, израильское вот это вот все среди террористов? Ну, наверное, все-таки они не отказываются, как и весь Запад, от идеи дробления Сирии, как и всех стран арабских, ближневосточных, на княжество войны. Вот Россия противостоит этому делу, но как-то, вот как Вячеслав Николаевич сказал, я извиняюсь, ни два, ни полтора, да, как-то вот не очень понятно. То есть или ты все-таки защищаешь своего союзника и своих в первую очередь, хотя бы, да? Как мне понравилось, сказал 200, вот вы сказали, 200 ракет... Тамага. Да, да, пролетели, слава богу, не попали. Это типа не атака. Ну, там несколько другая информация была, как мы помним, из этих 200 сообщалось, что две трети сбили. Ну, не будем ту ситуацию разбирать. Была разная информация. Не будем разбирать эту ситуацию. Юрий, подождите, мы вот представители какого государства вот сейчас? Мы говорим на русском языке. То есть мы не в Молдаване сидим, и не в Молдавской республике. Единственное... При всем уважении к Молдаванам. Да, конечно, безусловно. И к Молдаванкам. Простите. То есть при всем уважении... Вы считаете, что России недостаточно задействовать? Мы с ядерной, с ядерной державой, равная США. И, простите, какое-то, не знаю, маленькое государство покушается в результате чего безнаказанно абсолютно. Гибнут наши люди. Ну, наши люди. Мне вот непонятно. Давайте сегодняшнюю ситуацию. Опять же, нет у нас... Главное, капандущик. Нету детальной информации, поэтому... Я добавить можно ее? А что ее ждать-то? Почему израильтяне не ждут никакой информации? Смотрите, потому что официальная информация организована поисково-спасательной операции. Самолет пропал. Пропал. Да, израильтяне нет такого. СНН, ссылаясь на источники, говорит сейчас, что это сбили сирийские самолеты, сирийские средства ПО. Да, сбила ракеты, которые были выбраны. Да, я извиняюсь. Удобная версия. Любой человек, малограмотный в военном деле, знает, что есть такой прибор, который называется свой-чужой. И что никогда советского, российского производства ракеты не собьют советского, российского производства самолеты. Он не может попасть, если самолет не отключит в систему свой-чужой. Хорошо, в таком случае, господа коллеги, может ли это быть казус Белли? Хорошо, если уж вы так настроены достаточно по-ястребиному, говоря американской ящики. Нет, мы не по-ястребиному настроены совсем. Объективно, спокойно. Очень спокойно. По-ястребиному мы настроены давно. Хорошо, давайте дождемся официальной информации на тему нашего самолета. Ее действительно пока очень мало, она противоречивая. Как только будут какие-то новые подробности, я думаю, к этому разговору мы еще вернемся. А сейчас к теме договоренностей по Идлебу. То, что мы и планировали обсуждать с самого начала, если бы не это ЧП. Как вы оцениваете эти договоренности? Ведь фактически ни Россия, ни Турция не являются сторонами прямыми конфликта. Как это все будет соблюдаться? Реально ли это все сделать? Вячеслав Николаевич, вам вопрос. Несмотря на всю сдержанность в оценках этого события, я считаю, что это огромный шаг вперед. И в отношениях наших с Турцией, прежде всего. Потому что все-таки Турция стоит на особых позициях в отношении Сирии. И они до сих пор не признают законность сирийских властей. Это первая позиция. За смещение Башара Асада. То есть, по всем параметрам, их позиция идентична позиции всех оппозиционных группировок. И в том числе и террористического толка. Поэтому, конечно, здесь выработка какого-то консенсуса в этом вопросе, дело очень сложное. Но то, что я вижу сейчас, что получилось в итоге. Что все-таки создается вот эти два пояса, 15-20 километров с двух сторон. Российские и турецкие будут все это военные контролировать. И, я так понимаю, опять будет военная полиция этим заниматься больше, чем регулярные части. Это все нормально. Но это замораживание проблемы. Не допущение каких-то террористических вылазок на территорию контролируемой в сирийской армии. На территорию контролируемой российскими вооруженными силами. Но это палеотивное решение. Все это надо в конце концов вести дело к решению проблемы. Я думаю, что замкнули весь этот вопрос на дальнейших шагах. То есть, выработку конституции, выработку проведения вот этих межсирийских переговоров. И выработка и проведение на базе новой конституции выборов под эгидой ООН. Я думаю, что в этих рамках тогда и турецкие туркоманы, за которых так болеет Эрдоган, и курды будут удовлетворены. Я думаю, что здесь большую роль сыграла и позиция американцев. Американцы сейчас хотят быть участниками политического процесса. Когда ты можешь быть эффективным участником? Когда ты контролируешь определенный пятачок. А они не пятачок, они треть Сирии или четверть Сирии контролируют. Восточный берег реки Ефрат. Поэтому они уже, как говорится, хочешь не хочешь, завтра в Женеве они будут равноправны с Россией. Турки контролируют Идлиб. Они тоже равноправный участник и имеют козырные карты на переговоры. То есть, каждый из группировок будет, я уверен, отстаивать интересы тех группировок, которые они контролируют. То есть, Борис Васильевич, вопрос к вам. Можно констатировать, что территорию Идлиба контролирует Турция? И она в рамках этих договоренностей может повлиять на оппозиционные группировки, которые там находятся, на умеренных и не очень умеренных боевиков, назовем их так, чтобы они эти договоренности соблюдали. Получается так? Здесь, прежде всего, надо говорить, что вот эта встреча и переговоры российского и турецкого президентов имели результатом некий компромисс. Да, здесь вот я согласен с коллегой. Интересы Турции, они совершенно, так скажем, не совпадают или практически во многом не совпадают с интересами России. А интересы России это стабилизация ситуации, сохранение сирийского государства как целостной системы и предоставление сирийскому народу право выбирать свою судьбу своих руководителей. Но вот и получается то, что уже начинается раздел на некие сферы влияния. Для Турции это продавливание своих интересов в Сирии. Я напомню, Сирия 400 лет входила в состав Османской империи, а у Эрдогана политика нео-османизма, то есть продвижение интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. И его позиция по Крыму здесь тоже это подтверждает. То есть Эрдоган же не признал воссоединение Крыма с Сирией. Но она у него такая плавающая, скажем так. То он занимает нейтральную позицию, то он не признает. Корабли, выходящие из Крыма, не могут входить в порты Турции. Это как бы обрамление того, что произошло. Это компромисс со стороны России, во многом со стороны России. Поскольку вот эта территория, она остается под контролем боевиков, которых в основном контролирует Турция. Там есть и террористические группировки, против которых якобы Турция выступает. Но в основном Турция поддерживает вот эту вооруженную оппозицию. И получается так, что Идлеб и был уже зоной деэскалации. Сейчас создается новая зона деконфронтации, то есть зона 15-20 километров между сирийской правительственной армией и вооруженными группировками оппозиции. Но главное, на мой взгляд, итог, это то, что не будет военной операции. Это то, что не будет завершения существования вот этого Идлибского нарыва, как об этом говорил Сергей Лавров. То есть эта территория будет контролироваться боевиками под Эдидой Турции. И вот то, что говорили коллеги, я тоже совершенно согласен. На территории, контролированные курдскими вооруженными формированиями, это достаточно большая территория, американцы создают военные пункты, так скажем, где развертываются радары, системы слежения, системы ПВО, системы даже ПРО. И эта территория фактически, так скажем, уходит из-под юрисдикции, уже ушла из-под юрисдикции сирийского правительства. Так же, как и Идлиб. И это замораживание конфликта, а это путь к расчленению Сирии. Таймур, ваше мнение по поводу этих договоренностей и возможностей их соблюдать? И, кстати говоря, здесь интересно, да? Должно быть выведено тяжелое вооружение, система залпового огня, танки, это все есть у оппозиции. Ну, демилитаризованная зона, в принципе, это очень позитивно. Вообще, я поддерживаю эту договоренность. Ну, слава богу, что так все случилось, это предполагалось, оно случилось. Турция взяла на себя очень ответственный такой участок и очень трудновыполнимую задачу. Это купировать Джабата Носера, Тахрир-Ишам, ну и другие, которые определены террористическими организациями в ООН, которые контролируют 90% всех разбросанных там боевиков по территории Идлиб. Они усиливают свое присутствие военное. Россия бомбит потихонечку, точечно. То есть, очевидно было, что идет взаимодействие. То есть, не просто так они, я имею в виду, Минобороны двух наших стран встречаются, к чему-то приходят и чего-то реализуют. Как они смогут ликвидировать там эти вот 10 тысяч там по меньшей мере по оценке боевиков, я не знаю. Скорее всего, это все-таки будет предложение раствориться в сирийской свободной армии, как это планировали турки много лет и не получалось. Ну, они согласны их просто ликвидировать, опять же, точечно, силами специалистов турецких. А можно говорить о том, что турки в полной мере контролируют? Ну, они контролируют, насколько это можно, простите, они наблюдают скорее, нежели контролируют. С вводом войск турецких они начнут какой-то контроль осуществлять. Для Эрдогана это не самый лучший вариант, потому что пойдут гробы в Турцию. Для него это будет очень неприятная ситуация. Поэтому, я еще раз говорю, это очень ответственный шаг. И необходимо принять во внимание то, что в чем разумность еще вот такого соглашения по Эдлибу. Сейчас необходимо перейти в политический процесс, опять вернуться глубоко. И все-таки реализовать те пункты резолюции ООНовской 2254, в том числе по переходу власти. Я напомню, что там ключевая, один из ключевых пунктов, там нет осада. Там есть правительство, наделенное полностью всеми полномочиями, которое должно возглавить Сирию, потом привести в действие Конституцию и выборы под эгиды ООН. В результате таких шагов, это политическое урегулирование, противники осады, засевшие в Эдлибе, и не только в Эдлибе, а по всей Сирии, которые есть, которые сейчас затихли, притихли, чтобы этот не был конфликтом нескончаемым и адом для тех, кто, простите, подписался разрешить этот конфликт. Ни Турция, ни Россия не хочет у себя на своей территории иметь какие-то неприятности. Поэтому необходимо все-таки ввести эти договоренности в дело и плавно передать Сирию сирийцам, ну, уже такую утихомиренную, и тем сирийцам, которые бы точно не были воинственные. Останется на территории Сирии только там 2-3 базы России, турки уйдут, потому что им нет резона там задерживаться, они не есть, не имеют, пока что, они хотят влиять, но они не имеют, у них, главное для них, головная боль это курды, это север Сирии. Если север Сирии можно будет купировать, а это можно купировать, как раньше это было в Сирии, то, я думаю, все будет спокойно. Единственное, кто хочет оставаться там навсегда, это американцы для контроля там ряда районов. Иранцев там нет, я вот просто сегодня прозвучали иранцы, есть проиранские силы, которые в основном из Ирака, из других там стран, шиитские, или это они проиранские, их надо правильно называть. Советники есть, иранские. Да, иранские советники военные, не только там еще, египетские есть, российские. Ну да, там целая смесь, вот важная тема, которую мы в рамках этих договоренностей не можем обсудить, это сообщение о возможных химических провокациях. Это информационная война. Вот это интересно, после того, как эти договоренности были озвучены, как вы считаете, эта угроза, она уходит в сторону? Есть какие-то, там, может быть, свои договоренности между Турцией и США? Или США будет со своей стороны устроивать эти провокации? С 2001 года, 11 сентября, да, в 2001, вот как случилась та вот ситуация, или там теракт в США, для американцев достаточно потрясти пробиркой с перцем, для того, чтобы ликвидировать государство. Поэтому при всем уважении, то есть вопрос, он правильный, но, когда мы говорим в отношении США, это непредсказуемо. При том, что у руля сегодня стоит вот такой очень интересный президент американский. Загадочный. Это, кстати, к разговору о 200 ракетах, выпущенных. Мне тоже представляется, что если бы у Америки была цель этими ракетами поразить какие-то важные инфраструктурные объекты... Америка не стреляла. На имя виду, мы обсуждали с вами сегодня, вот те вот 200 ракет, которые были выпущены. Соответственно, они бы это наверняка сделали. Приходят срочные сообщения, вернемся к теме самолета, со ссылкой на наши Минобороны. Сообщается, что Израиль, прикрываясь самолетами российских ВВС, соответственно, нанес ракетный удар, и таким образом Израиль создал опасную ситуацию. Вот, но, опять же, следим за... В дорожной ситуации это штрафуют ГАИшник обычно за такие вещи. Но тут, к сожалению, если речь идет о погибших, конечно, санкции какие-то... Я думаю, я думаю... 15 погибших вот по последним данным... Я думаю, мне надо лучше промолчать, не комментировать. Все-таки давайте вернемся, да, к теме Идлиба. Опять же, еще одно сообщение, и МИДФРГ приветствует договоренности, надеется, что они будут соблюдаться. До этого мы говорили о том, что Иран поддержал тоже эти договоренности, и заявил даже о том, что, возможно, это... Но Иран еще в Тегеране поддержал эту идею. Во время саммита, да. Но, тем не менее, сейчас вот говорим уже о договоренностях более конкретных. 15 октября дата. Вячеслав Николаевич, как вы считаете, реализуемо ли это до 15 октября? И если мы говорим о некой военной полиции, турецкой и российской, какой мандат они должны получить? Предположим ситуацию, что какие-то группировки или какие-то отдельные боевики не хотят соблюдать эти договоренности. Мне кажется, что в этих договоренностях в Сочи должен присутствовать был пункт, логическим рассуждая, в случае, если не получается выполнить это решение, значит, открывается путь другой. А другой путь это удары по позициям боевиков. Несмотря на все, так сказать, нежные чувства к ним со стороны Эрдогана и Турции. Поэтому я думаю, что здесь есть достаточно, должен быть, по крайней мере, по логике вещей, договоренность о том, что есть дедлайн. И этот дедлайн должны боевики учитывать. Я понимаю, что туркам сейчас очень тяжело. Вот упомянутая цифра 10 тысяч боевиков, там общее число, я думаю, 50 или 60. Там, вот честно слово, я знаю, что под сотню. Потому что там под каждой азыра, на чем спят они, пистолет или автомат лежит. Но дело-то в том, что кто там действительно непримиримые. Там же 10 тысяч иностранцев. Вот я в интернете находил телеинтервью какого-то журналиста западного с малазийскими вот такими маленькими людьми, вооруженными до зубов, которые по-английски-то едва-едва говорят. Вячеслав Николаевич, муфтии у них, шиих, помогите мне. Да не помню я. Сейчас я его вспомню. Буквально фетва была две недели назад о том, чтобы атаковать турков, Эрдогана конкретно. Уже появились ролики еще две недели назад. То, что эти джихадисты угрожают Эрдогану. Если ты только нас тронешь, мы займем первый твой город за два часа. Ну вот, вот, это то, о чем я спрашиваю. Это уже параллельный день. Договоренности политические, несомненно, все прибыльствуют. Вы понимаете, дело в том, что давайте смотреть так. Что такое эти все оппозиционные группировки? Вы можете согласиться с тем, что без внешней поддержки это ноль. Никогда на международной арене ни одна организация не может действовать без финансирования, без тылового обеспечения стало быть. Их никто не собирается уничтожать. Да, их никто не собирается уничтожить. Поэтому здесь огромная роль, на мой взгляд, будет отведена Соединенным Штатам. Вот, именно то, о чем я спрашиваю. Потому что, если Соединенные Штаты захотят сорвать, у них есть тысяча и одна возможность. Борис Васильевич, вы как считаете, захотят Соединенные Штаты сорвать эти договоренности? Будут ли химические провокации? И есть ли какие-то договоренности, может быть, между Турцией и Соединенными Штатами по этой зоне? Здесь я прежде всего напомню... Может быть, в размен на курдов. Да. Прежде всего напомню, что Эрдоган в американских изданиях, конкретно Wall Street Journal, написал статью перед вот этими соглашениями, которая называлась «Мир должен остановить Асада». Где поливалась грязью, естественно, политика Асада. Асад представлялся тираном, убийцей. Я прошу прощения, нам нужно прерваться на срочное сообщение, и мы вернемся к дискуссии. Передаю слово моим коллегам. Да, спасибо Юрию Богданову. Итак, сейчас заявление от Минобороны России, как сообщил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Коношенков. Итак, 17 сентября около 22 часов 4 F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цель осуществлялся, по данным Минобороны, на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, которые находятся в этом районе. Бомба метания выполнялась недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» и в непосредственной близости от заходившего на посадку Л-20 ВКС России, сообщил Игорь Коношенков, представитель Минобороны России. Итак, я продолжаю цитировать. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии, в результате Л-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он в это время заходил на посадку с высоты в 5 километров, а тем не менее, одни преднамеренно пошли на эту провокацию, сообщает Минобороны России. О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара. Это не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. По данным Минобороны России, в настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Л-20 продолжается. Как сообщил Игорь Коношенков, представитель российского Минобороны, в Минобороны данные действия Израиля считают провокационными и враждебными. В результате безответственных действий, цитирую, израильских военных погибли 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства, заявил Коношенков. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия. Конец цитаты. Это даже не акт агрессии. Да, ну что ж, коллеги сообщили всю последнюю информацию по ситуации с российским военным самолетом в Сирии. Ну, часть этих данных я уже озвучил тоже в эфире. Мы будем внимательно следить за этой темой, к ней, я думаю, еще вернемся. Обязательно, если будет у нас время и возможность, обсудим. А сейчас продолжим обсуждать договоренности по Идлебу. Борис Васильевич, да, мы вас прервали, вы комментировали статью Эрдогана. Ну, так вот, статья Эрдогана в Wall Street Journal, которая называлась «Мир должен остановить Асада». Там проводилась вот эта вот политическая линия Турции. То есть Асад – это нелегитимный президент, он ведет войну со своим народом. И мир должен остановить вот эту вот готовящуюся операцию против Идлеба. То есть это позиция Турции, которая соответствует позиции и Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты по поводу вот этих соглашений, они не будут им противодействовать. Поскольку это, собственно, выполняет их в какой-то степени, их интересы. А вот то, что касается провокации с химическим оружием, это рычаг давления, который будет использоваться Соединенным Штатам. В случае, если что-то, вот как говорили коллеги, вдруг Турция не сможет, а она, я думаю, не сможет контролировать все группировки и, так скажем, отделить умеренных от радикалов. Да это и не входит в их, я думаю, интересы. И российские военные вдруг будут наносить удары по этим террористическим группировкам. Вот тогда Соединенные Штаты скажут, это нарушение соглашений, как и Турция это скажет. И вот тогда будет применен вот этот рычаг с химическим оружием для удара по Сирии. Интересный момент. Не получится ли так, что если химическая провокация все-таки состоится, то это уже будет ответственность Турции, которая взяла на себя обязательства в рамках вот этих договоренностей? Это же мы с вами пришли к выводу, что это их зона влияния. Это многим очевидно уже. Если они могут влиять, могут разводить стороны и так далее. Соответственно, и все, что происходит в этой зоне, это тоже зона ответственности. Это мы так считаем. А как будет это интерпретироваться мировыми СМИ, это понятно. Которые практически все контролируются Западом. Международными, так скажем, финансовыми структурами, которые и финансируют вот эти вот международные СМИ. И поэтому я не думаю, что это будет воспринято так, и все шишки будут на Эрдогана, на Турцию. Это будет воспринято как нарушение соглашений российской стороной. Я думаю, что это все еще надо. Все шишки посыпятся на Асада. Асад вообще... И удар будет по Асаду. На Россию, на Россию и на Асада. Поскольку Асад это... Первая цель. Даже, я бы сказал, вторая цель. Поскольку первая цель Соединенных Штатов это выдавить Россию с Ближнего Востока. Я объясню, почему задал этот вопрос. Потому что если начинается вооруженный конфликт, какие-то там боевые действия, то это можно списать на действия в рамках условно вооруженного конфликта. Но если там зона деэскалации, некое перемирие, то, как мне представляется, довольно сложно будет обвинять в химических провокациях Асада, если эту зону контролируют турки. Конечно, да. Особо не жить ни при чем. Здесь все подписанты, которые... Потому что, как правило, наносятся по обвинению Запада и США оппозиции, атаки с применением химоружия наносятся посредством вооруженного ВВС сирийских. И ВВС в Сирии сбрасывают вот эти вот заряды. Нет, это понятно, что они скажут. Но ВВС в Сирии не сбрасывали заряды, потому что там зона деэскалации. Они не ведут там боевых действий. Ну и что, в других зонах деэскалации тоже были... Нет, ну тем не менее, формальные договоренности есть, и это будет сделано сложнее. Ну, в Гуте, пожалуйста, тоже была зона деэскалации. В Восточной Гуте, да. Ну, тем не менее. Давайте, у нас не очень много времени остается, буквально там блиц завершения, поскольку меньше минуты. Ваш прогноз, Вячеслав Николаевич, если можно, коротко. Я думаю, что этот инцидент с нашим самолетом должен успокоить ситуацию. Я думаю, будет снята сейчас угроза американского удара, потому что соваться сейчас под горячую руку туда американцам ни к чему. Все выполнение соглашения будет застоять в том, что будут эти пятачки Идлиб и за восточный берег Ефрата будут превращаться постепенно в политическую плоскость. Борьба будет превращаться в зону политического диалога. Борис Васильевич. Я думаю, что, как я уже говорил, эти соглашения по Идлибу в частности ведут к некоему расчленению Сирии и созданию таких анклавов, которые находятся не под юридистой центрального правительства. Я думаю, что это, к сожалению, путь к тому, что сирийское государство как таковое не будет сохранено. А то, что Соединенные Штаты в любой момент могут применить вот эту провокационную вылазку сирийского оружия, это понятно. Мы уже сказали, к сожалению, время наше вышло, но вы в свою позицию озвучили. Я вкратце буквально... Нет, к сожалению, у нас нет возможности. Да, благодарю, коллеги, за ваши ответы. Не надо было...